Дорогие друзья, на новой выставке, организованной Федеральным архивным агентством и его зарубежными партнерами, представлены ценнейшие исторические раритеты. Переписка лидеров трех держав – Сталина, Рузвельта и Черчилля. Подписанные ими важнейшие документы в Тегеране, Ялте и Потсдаме и другие свидетельства той эпохи. Формирование Большой Тройки происходило постепенно. Сталин, Черчилль и Рузвельт были людьми разных политических взглядов, лидерами конкурирующих государств. И тем важнее для истории, для нас с вами, понимание того факта, что им удалось в конечном итоге не только оставить в стороне свои прежние разногласия, но и объединить усилия и ресурсы своих стран для победы над общим страшным врагом – фашизмом. Долгий путь от провальной Московской конференции летом и осенью 1939 года до Ялтинской конференции в феврале 1945 года был отмечен и многими победами советской дипломатии. Это и первые поставки военной техники и продовольствия по Ленд-Лизу, это и встреча Большой Тройки в Тегеране, и, конечно, открытие Второго фронта в Нормандии. Новый миропорядок, формировавшийся в те тревожные годы, безусловно, был не лишен внутренних противоречий. Но, однако, он смог не только обеспечить восстановление буквально из руин Европы, но и обеспечил, причем впервые в истории, долгий период, полувековой период глобальной стабильности на континенте. И мне представляется, что нам еще предстоит извлечь многие важные уроки из встреч Большой Тройки в Тегеране, в Ялте и в Потсдаме. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность организатору этой замечательной экспозиции и уверен в том, что выставка не оставит равнодушным каждого, кто любит историю нашей страны, мировую историю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok